Роман Львович Горбунов родился и вырос в еврейской семье. Мать – стоматолог Татьяна Львовна Горбунова, отец – Лев Глебович Горбунов, род – 1937, работал директором ДК в Ленинграде с 1960 года по 1987 год. Хотя сам Роман называл отцом сексолога и психотерапевта Льва Моисеевича Щеглова. После смерти Трахтенберга Л. М. Щеглов опроверг эти сведения. Назвав их мистификацией, так, по словам Романа, родители развелись, когда ему было около года. И до 18 лет он носил фамилию отчима Трахтенберг, которую впоследствии и также использовал в качестве арсистического псевдонима. Кандидатскую диссертацию защитил под фамилией Горбунов. Рома при всех своих проявлениях оставался естественным и востребованным. Он был нашим другом и товарищем во всех жизненных ситуациях. Дмитрий Райтер. По словам Трахтенберга, во втором классе школы он поступил в хореографическое училище им. Вагановой, где проучился два года. В действительности этого не было. По его словам, в дальнейшем он выступал в составе детского хора ленинградского радио и телевидения и одновременно Занимался в театре юношеского творчества. Тут, при Ленинградском дворце пионеров. После окончания средней школы поступил в Ленинградский университет на филологический факультет. В 1987 году был отчислен со второго курса и призван на службу в армию. Служил в войсках связи. После прохождения службы в армии поступил в Ленинградский институт культуры им. Крупской на факультет режиссуры театрализованных форм досуга. С 1990 года пытался заниматься бизнесом. Некоторое время работал в своем институте. Преподавал клубную режиссуру. С 1993 года стал артистом кабаре, арт-клиника, и директором формального театра, под управлением Андрея Могучего. С 1997 года Трахтенберг. Арт-директор, режиссер и конферанции петербургского кабары. Халли Галли, которая открыл петербургский бизнесмен Игорь Мельцер. Первая вечеринка, которую провел роман Трахтенберг на подмостках. Халли Галли, был фестиваль татуировщиков, который проводил популярный в те годы у молодежи журнал. В 812, собственно, Трахтенберга пригласил вести это шоу один из учредителей этого издания. Константин Скоморохов. Он был завсегда тем, арт-клиники, и был хорошо знаком с романом. Поскольку владелец, Халли Галли, Игорь Мельцер требовал брутального и скандального ведущего. Скоморохов решил, что лучшей кандидатуры, чем роман Трахтенберг, не найти. В 1999 году в Академии общественных связей защитил диссертацию на соискание ученой степени. Кандидата к культурологии. Тема исследования – возрождение традиционной культуры средствами фольклорного творчества. Специальность 24.00.04. Прикладная культурология. В 2000 году снялся в российском порнофильме. Лука Мудищев, в роли рассказчика, не путать с одноименным анимационным фильмом 2007 года. После этого неоднократно приглашался для работы в кино. В 2000-2004 году, ведущий авторской программы «Роман без конца» на «Европе плюс». В 2003-2006 году, ведущий авторских программ «Деньги не пахнут». Следующий – на «Муз-ТВ» с 2005 года. Ведущий авторской программы на «Русском радио» с 2003 года по 2008 год «Трахтенберг» владел. «Трахтенберг-кафе», где устраивал собственное шоу, с 2008 года вел на радио «Маяк». Программу «Шоу Трахты-Барахты» с советующей Еленой Батиновой умер 20 ноября 2009 года в Москве на 42-м году жизни в результате сердечного приступа, начавшегося во время эфира на радио. «Маяк», по заключению субмедэкспертов, причиной могла послужить обнаруженная аномалия сердца. У Романа Трахтенберга остались молодая жена, выпускница медицинского института, и двое сыновей, младшему, от первого брака, Льву Давиду, что, на момент смерти отца исполнилось 15 лет. Старший, 20-летний внебрачный сын Сергей, стал общаться с Трахтенбергом за два года до его смерти. Похоронен 24 ноября 2009 года по иудейскому ритуалу на еврейском участке кладбища памяти жертв. 9 января в Санкт-Петербурге.